Приветствую вас! И для начала мне бы хотелось вас спросить вот о чем. Как так получилось, что вы настолько сильно увлеклись общением ВКонтакте, что вот так сильно прикипели к девочке? Почему вы припочли виртуальную жизнь, реальную жизнь? Почему вы сами для себя посчитали возможным выстраивать такие вот отношения? Почему вы припочли виртуальную жизнь вместо реальной? Что в реальной жизни вас не устраивало? Что в реальной жизни вас пугало? Что в реальности жизни вас настораживало? И заставляло чувствовать себя беспомощным? Полагаю, это что-то связанное с тем, что вы теперь, когда у девушки сложный период, вместо того, чтобы искать пути, ее поддержать, пытаетесь избавиться от нее, от зависимости от нее. Из чего можно сделать такой вывод? А не была ли вам девочка нужна до тех пор, пока она общалась в ВК? Как только она в ВК перестала общаться, она вам тут же перестала быть нужной. То есть вы воспринимали ее исключительно как собеседников в соцсети и не более того. А в остальном, вы ее как-то не особо воспринимали. Если это так, давайте подумаем, что она вам давала. Что она вам давала, что вы через нее получали. И вот это послужит основным моментом, который вам нужно будет самостоятельно, нужно учиться получать, чтобы избавиться от зависимости. Потому что любая зависимость, это потребность, это потребность еще и еще чего-то, чего вам нужно получать самостоятельно. А вы обоследуете это через человека. И получается, вам нужен человек, чтобы что-то ощутить. А у человека могут быть свои цели, свои желания, и вы оказываетесь зависимым от этого человека. Если это не так, если эта девочка вас волнует и интересует как человек, как личность, то в одном случае нет ничего страшного, нет ничего зазорного, нет ничего дурного, если вы спросите у нее, как у нее сейчас дела, о чем она думает, что переживает и так далее. Поверьте, если вы общались 10 месяцев, почти год, это не нисколько не аномально. Это нормально. Нормально, чтобы с человеком настолько сблизились, чтобы обсуждали всякие разные темы, и вам было с ней интересно общаться, и теперь вы спрашиваете, как у нее дела. Заметьте, вам не нужно ориентироваться на себя. До сих пор по вашему письму прослеживалась четкая ориентация на вас. То есть, вы общались, вам нужно, вы просыпаетесь, там, кто-то еще. Вам нужно перенаправить свою энергию на девушку. Сначала спросить у нее, как у нее дела. Что с ней происходит. Потом поддержать ее, помочь ей. Поверьте, от этого она вам будет очень сильно благодарна. А дальше, дальше, то же самое решение. Для вас эта ситуация, по сути, урок. Что рано или поздно реальная жизнь, она прекратится, виртуальная жизнь прекратится и начнется реальная. Весь вопрос в том, готовы ли вы перейти от виртуальной жизни к реальной. Для этого, как я уже сказал, нужно определить, что вас в этой реальной жизни пугает. Что вам не нравится в реальной жизни, что вы предпочли виртуальную, а не реальную. Может быть, это неуверенность в себе, может быть, какие-то комплексы, может быть, что-то еще. Что-то заставило вас уйти в виртуальную жизнь. Может быть, какая-то потребность, может быть, какие-то желания, что-то. И вот с этим нужно набираться. Пока мы с этим не разберемся, вы ее так и будете зависеть от нее. Ну, или найдете замену ее, ей замену, то есть другую девушку, с которой вы также будете общаться. Может быть, вы так чувствуете себя мужчиной, а в реальной жизни мужчины себя не ощущаете. Тогда нужно подумать о том, как ощущать себя мужчиной в реальной жизни. Потому что виртуальная жизнь это только слова, а мужчина это поступки. Так вот, вы можете начать совершать поступки, направленные не на себя, а на нее уже сейчас. Контересовался как у нее дела и не думал в этот момент о себе. В принципе, в принципе, я надеюсь, вы поняли то, что я хотел вам сказать. Есть два момента в вашем вопросе. Первый запрос это приоритет виртуальной жизни по отношению к реальному и его обоснования. И второй момент это восприятие вами девушки. Как вы ее видите и в качестве кого. Вот в этих двух направлениях вам и нужно работать. Если хотите перейти от виртуальной жизни к реальной, то нужно научиться бороться за своими страхами, нужно преодолевать комплексы, нужно устранять препятствия прочие, которые мешают вам, реализовываться в реальной жизни. И тогда вся вот эта вот вся вот эта вот виртуальная жизнь покажется вам очень бедной на самом деле. Потому что это просто слова. Это не поступки, не эмоции, нет возможности чувствовать человека. Это просто слова. Однажды попробовав реальную жизнь, вы уже не вернетесь в жизнь на скважину. Так же происходит с девочкой. Она откусила реальную жизнь, и она уже не вернется в виртуальную, потому что ее сознание расширилось. А вы, вот вы очень на самом деле верно подметили, что раньше она жила в контакте, а сейчас доходит редко. А почему вы живете в контакте? что мешает вам жить в реальной жизни, как она? И что мешает вам в большей степени ориентироваться на поступки, на поведение? Что мешает вам, например, подумать о том, чтобы встретиться с ней, чтобы как-то хотя бы ненадолго увидеться, поддержать ее, помочь? Может, она захочет приехать к вам или вы приехали сюда в Москву? Кто знает? Я думаю, что вам нужно двигаться в этих двух направлениях. Отходить от мысли о себе, осознавать, как вы воспринимаете девушку, и второе, определять, по какой причине вы предпочитаете виртуальную жизнь, а не реальную? Чем она для вас более предпочтительна, и чем так угрожающая для вас жизнь реальную? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!